Опять же, OD, который был на предыдущей карте, Undyne, который, в принципе, сейчас появляется. И вообще, Undyne и Slark, это, я не знаю, они решили полностью без статов оставить команду в комплексе. Не хватает только Timbersole забрать и поехали. То есть у вас есть DK, у вас есть Slark, у вас есть OD. Лишение полностью всех статов от Slark, сила от Undyne, OD с интеллектом, а Timbersole просто пилит твой основной атрибут. Ну, ждем, соответственно, пока последнего бана от команды LGD. И забанили Течис. Не, ну, его забанили еще на предыдущей стадии, сразу решили от него избавиться. Да там много героев, на самом деле, команд-комплексы решили, что, мол, хватит нам рофлить и давайте забаним Морфлинга. Морфлинга, Траблэйда, Луну, Манки Кинга, Джиггернаут, абсолютно всех коров таких более-менее популярных. И начали, знаешь, они их вот и специально выдавили сейчас из PSG LGD того самого Slark. Ты знаешь, у тебя тюбик-тюбик-тюбик, и кусочек Slark вылетел. Вот, ну, и при этом еще Лайстиллер отправился также. Это же шестым баном в комплексе. Сегодня, конечно же, день сенсаций просто какой-то. Na'Vi не играет в плей-оффе. Да, ты, кстати, говорил о том, что 2-0 это все фигня. Оказывается, 2-0 еще и Payne Gaming, боже мой. Не, Payne, на самом деле, я же говорил 200 раз уже, что Payne это реально коллектив, который может нас удивить. Это Южная Америка, и Южная Америка потихонечку поднимается с колен. Na'Vi, по идее, они удивили. Надо будет 100% пересмотреть эту игру, надо будет пересмотреть ее довольно-таки тщательно, потому что, ну, я уверен, что Payne там действительно показали что-то новое. Показали свою стратегию, удивили заранее. Они взяли лун на второй и просто выиграли, как бы, ну, а что? Ну, то есть, я даже не знаю, Na'Vi там опять играли через Медузу, через Шейкера, там просто луна и все. Она идет, пушит и ломает вашу базу на 28-29 минуте, а все. Ну, здесь вот, возможно, что-то такое увидим, но, по крайней мере, пока что пуш есть, да, какой-то отпуганный, Windranger может быть, опять же, как-то что-то покажет. Ну, а команда PSG-LGD еще и забанили Ликантропа. От греха подальше. Ну, а то всякое может быть. Хауль, не хауль, дэмэдж, Windranger, пугна. Ух, что сейчас будет происходить в лаунже отеля. Ладно, друзья, LGD все-таки должны сейчас додумать себе персонажа на, я так понимаю, все же сложную линию, потому что Undying будет саппортом четвертой позиции, Sky, наверное, пятой. Или Undying могут отправить сложную линию, соответственно, Sky 1 мага на саппорта четвертой позиции и взять себе пятерку на последний пик. Такое, конечно, довольно-таки редко случается, но, может быть, и зайдет. Все-таки Сларк будет фармировать. Вообще странные баны от Complexity. Этот лайфстилер. Пики-то не очень странные. Но, знаешь, пойдет, пойдет, посмотрим, что из этого вылезет еще и пятым пиком команды Complexity, что ты кого-то должен показать. Но ты посажал LGD. Пятый пик — это Кунка. Кунка. Вообще Канка, он почему-то говорит на русском языке. Канка. Вот. Изи катка. Поехали с Канкой смотреть катку от LGD Gaming. В общем, последний персонаж для Complexity. Кто у них должен появиться, я так понимаю, это все-таки Пугна на сложную линию или, может быть, даже Пугна Керри, Верка на мид. И последний герой. Пугна, кстати, может отправиться на Хард. Пугна может отправиться на Хард. И Виндрейнджер может отправиться на Хард. Пугл пятой позиции, Пугл четвертой позиции. Скорее всего, будет Пугна Хард, Верка на мид. И в легкую линию сейчас нужно придумать героя. Но забанили LGD Ликантропа, потому что действительно такими темпами Complexity могут и попытаться запушить их. Вообще, знаешь, я так подумал, может, это многоходовочка от Complexity. Они первую эту игру проиграли прям вообще в салат. И LGD должны подумать, что они и на второй сейчас будут рофлить. А кажется, что на второй карте они возьмут вот сейчас какого-нибудь Терррррблейда и развалят кабинеты рофлым началом пика. А потом на морали возьмут третью игру. И, конечно, это ни к чему не приведет. Но все же было бы весело, было бы интересно. Ладно, ждем. Осталось совсем немного. У Complexity уже времени осталось всего лишь 20 секунд на последние раздумья. Наверняка они уже просто придумывают, каким образом будут стоять на линиях против этих персонажей. Хотя, скорее всего, они думают о другом. Так, а что вы еще такое придумаете? Тичься нет, Путш уже взят. А кого еще? И это Бруда. Ну, Брутмазер появляется. Слушай, ну а это неплохо. Это на самом деле похоже на заявочку на пот хотя бы какой-то от команды Complexity. С другой стороны, Сларк, который просто будет прыгать на Брутмазера. Даркпакта. Даркпакта просто всех паучков забирают. Конечно, конечно. Там демжа очень много. При том, что ты будешь контролировать Бруду, и она далеко не уйдет. А тут еще и Кунка. Тайтбрингер, Криты, и это минус Бруда, минус Пугна, минус Дарквилл, минус Снот. Ладно, Путша будет сложновато. Там тоже Пугна может себя в Декрепифай отправить, Севин Рейнджер может убежать. Но в общем, в том случае очень больно. По определенным данным, Complexity хотят поскорее закончить эту игру и отправиться смотреть ВП против Сикрет. Нет, все хотят отправиться смотреть ВП против Сикрет, он будет на проведенном канале, но посмотрим. Может быть, они там будут наблюдать из своих игровых комнат, но все же было приятно уже, конечно, в холле посмотреть. Ладно, давай посмотрим, в принципе, на, возможно, последнюю карту Complexity и команду PassageLGD. Насколько команда Complexity сейчас готова побеждать. Пик вроде как на победу всмотрится. Опять же, Пуш, Виндрейнджер, Бруда, Пугна пойдет. Пуш там в какой-то момент может кукнуть, опять же, лох и пешного Сларка из его ультимейта, не дать ему остаться в живых, ну и, в принципе, все остальное посмотрим, как это сыграется. Да, круто сыграется. Да не унывай ты так. Все хорошо. Не, на самом деле, друзья, да, действительно, будет интересно сейчас посмотреть немного. Ребята порофлят, может быть, порофлят весело. На прошлую карту ничто не переплюнет. То есть, вообще, у меня почему-то такие ассоциации случились с прошлой картой. Вот это был Pudge Wars. Потому что Pudge Wars... Ну, Рубик, по-моему, один раз воровал. И Морфлинг воровал. Нет, Рубик воровал, Морфлинг воровал. И там два хука залетало в одного персонажа. Ну, зачастую. Ну, такое было, да. Ну, ладно. В таких ситуациях обычно в Pudge Wars, например, за тобой Pudge, который хукается, его же тоже там притягивает. Некоторых Pudge разрывает просто-напросто, когда два хука попадают. Здесь же немного по-другому работает. Да, ну что же, игра начинается. Пошли с макет команды комплексов. Они выходят сразу вчетвером. Пятый игрок, это у нас получается, Бруда отправляется на нижнюю линию. Ну, и пока что вчетвером рассчитывают собрать кого-нибудь из команды PSG LGD. Встретятся в лесу. И в лесу, кстати, они очень приятно могут встретить Кунку. Но Кунка уходит отсюда и, в принципе, Мэйби не подставляется. Но вот найти кого-нибудь еще будет сложновато. Тем более, они, скорее всего, дойдут сейчас до верхней линии, посмотрят, разойдутся. И, опять же, ничего из этого хорошего не получится. Хотя, может быть, все что угодно. Потому что Сларк еще может подставиться. Да, пока, понятное дело, себе ничего не вкачал. Но Pounce нужен. Нужно его прямо сейчас сбрасывать. Ой, слушай, ну неплохо на самом деле. Он очень много сейчас... Ой, и хух. Ох, как же играет Эмми. Ну, Ама хорош. Да, тут сейчас еще Дикей по трем героям. В итоге он, Сларк, выживает на лол хп, но Айк снова готов идти дальше. Почти тысяча хп на первом уровне. 12 сил и плюс. Да, это, конечно, круто. Ну, вообще, в файте против Амтанг сражаться очень сложно. Пора Дикей в файте. И в итоге ваша команда теряет огромное количество сил. Он просто-напросто становится огромным. Тем более, еще за счет своего ультимейта увеличивает демэж, который получает его противник. Очень неприятно. Посмотрим, на что тут будет. Тем более, Сларк вместе с Амтангом. Это неплохая связка. Ну, Амтанга вообще мы редко видим на этом турнире, в принципе. Ну, он вообще редко появляется. То есть, он такой ситуативный-ситуативный. Это персонаж, которого, наверное, все-таки еще не то, чтобы настолько заметили. И, в принципе, это герой, который, ну, был в какой-то момент прям вообще жестко-жестко в мете, а сейчас его не особо-таки юзают. Но, может быть, есть смысл и присмотреться к этому герою, правильно? Да, конечно. Сейчас силовики потихонечку входят. Да не то, что силовики. Мне кажется, что со Сларком он все равно неплохо смотрится. Вот именно со Сларком это хорошая добла. А, вот и нет. То есть, вы оставляете врагов без каких-то вообще хп. Ну, то есть, Сларк вкачивает свою пассивку, тут дикей и, здравствуйте, один паунс. В итоге, у героя остается там буквально 300 хп, которые Сларк уничтожает с помощью Дарпакта. Или Амтанг нам еще какой-то Солрик дает и, в итоге, заканчивает жизнь персонажа на линии. Ну, и вот, посмотри, какие у нас линии, в принципе. А, мы вместе с Амтангом на топе, на боте у нас стоит ОД вместе со Скаймагом и на миде стоит Кунг. Такие вот у нас команды-пассажири ЛГД. Расстановка при том, что команды-комплексы пытались запутать на центральной линии и поставили туда паутину Бруды, но это ничего не решило, и Бруда сейчас находится на нижней линии. Ну, у Кунга против Пугны, в принципе, в некоторых ситуациях хорошо, в некоторых ситуациях плохо. Да, в первую очередь, конечно, Кунга должен выигрывать мид при таком раскладе. Единственное, чем Пугна хороша против Кунги, это тем, что может забросить себя в Дикер Пфай в какой-то определенный момент. Ну, а там корабль, крест, то. Ну, да, 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 в этом есть некоторая проблема. Ну, а Мэйби будет качаться все-таки иначе через таймбрейм. Посмотри, кстати, в это время небольшие проблемки возникают сейчас. Все-таки у Икснова, Икснова, Дикейму, забрать Ферст Блат для команды-пассажири ЛГД. Эй, 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 пробивает Саксу, как же он больно бьет Саксу-то уже, осталось буквально две тычки. Зифрик! Там чуть-чуть не третье хп лишился буквально. Да ты посмотри, 308 хп у него и 380 у Саксы. Ну, Паунса нет у Сларка, Паунса нет. Ну, пока не прокачиваем. Пришлось на первом уровне вкачать Дарк Пакт, и поэтому, действительно, без Паунса приходится отыгрывать в данной ситуации. Ну, а так бы сейчас был, кстати, Паунс и пассивка, и все, он уничтожал бы любого. Ну, убил бы хотя бы одного героя. Да, еще дополнительно, вот, обязательно это получилось бы, но пока что нет. Отпустил он все-таки и Дарквилл, и Винрейнджер. Ну, и игра идет своим чередом. Два фрага, третья минута, небольшое преимущество в пользу команды PSG ЛГД. Там по крипам Кунка выходит неплохо, 12 крипов имеется у Пугны, а 12 крипов есть у УД. Так что пока что фарминг. Сларк единится, что имеет 8 крипов. Вроде как, он больше не фармит, он больше пытается кого-то забрать. Ну, посмотрим, чем это обернется. Потому что фарм у Сларка все-таки должен появляться, он должен покупать артефакты. На одном УДАИНГе его ДК вывозить на линии, ну, все-таки не стоит. И тут сейчас Паунс срабатывает, за фрик, отцепляется фрик, но прожимает. Ой, кстати, 30 хп остается. Ой-ой-ой, не остается, нисколько хп, отлично. Солурип. Все-таки Солурипом закрыл УДАИНГ, скажем так, этот заказ. Ну, и Эмми. Эмми должен придумывать, как он будет стоять на этой линии. Да тут нечего придумывать. В принципе, у Сларка все хорошо. Сларк неплохо стоит против Дарк Виллу. Он не так сильно ее боится, потому что Дарк Пак сбрасывает Керсет Краун. Тот же самый Путш ему вообще не помеха. Путш начинает использовать свою ультимативную способность. Начинает дизмембера его немножко пробивать. И этот дизмембер спокойно Эмми может сбросить Зифрик. Ну, Верка, да. Верка, на самом деле, неприятна, потому что Поваршоты все-таки там через литимативную летят. Ну, зато Шикл Шот, опять же, ты уходишь от этой связки и живешь. На самом деле, Сларк здесь очень хорошо себя чувствует. Опять просто Дарк Пак, ты Паунс должен делать. Хотя, если Хук попадет, то Амми будут большие проблемы. Пошли Корни. Ну, и в итоге Аммель отсюда уже никуда не уйдет. Амми должен забрать, и это второй фраг для команды комплекса. И, правда, Пугна в это время погибает на центре. Скаймаг вместе с моей бесправили с этим персонажем. Ну, вот, хватило урона. Опять же, вот, зато, если даже Никунка очень хорошо смотрится против Пугны, то Скаймаг смотрится очень хорошо. Ну, если, конечно, не стоит Незервард. Потому что Незервард может Скаймага просто-напросто убить. Ну, да, ну и Чалис все-таки на нижней линии все еще стоит. Все еще пытается набрать себе деньги на ботинок. Получается у него неплохо. 18 крипов все-таки добито. И 22 крипа в это время имеются также еще и у Кунки. Третий же кор команды LGD. Это Сларк. У Сларка имеется 15 добитых крипов. В принципе, сейчас должны потихонечку. Ну, также пытаться разминать. Четверто уровень у Сларка имеется. Хотелось бы, конечно, побыстрее получить шестой. После шестого уже намного быстрее фармить тот же самый лес. И с нами нижние линии в это время цепляют бруду за счет креста. И неплохо, опять же, Мейбаст тянулся. Получилось делать очередной фраг. Ну и на миду. На мид. Опять же, дельпортируется Чалис. Будет пытаться уже дофармливать, видимо, здесь. Да, ну а он остается против Лимпа. Правда, Лимп, посмотри, сразу же в первый раз приходит. Тут еще Зефрик со стороны пускает стрелу и... Нет Астрала. Астралом себя не засейвить. И отправляется в таверну Чалис. Это, конечно, сразу было неприятно. Это было сюрпризом для команды ЛЖД, то, что вот так вот прям действительно скоординировано, так сработано, могут в комплексе прийти на миду линию. Ну и наверху в это время. Так же Му все еще сильно пробитый. И все еще персонаж, который Сларку особо-таки не вредит. Нет, ну знаешь, Пуш просто толстый. Если собрать ему Блэйд Мэйл... В том-то и проблема, что он толстый. Он толстый, его Сларк может приубивать. Ну да, долго и много брать пассивки, конечно. Но при этом, как бы, все равно там, в принципе, он может встретиться с тем, что пока ты будешь его бить, его тиммейтов тебя встретят, и ты ничего больше не сделаешь. Вот в чем может быть проблема. Ну ладно, не суть. Тут в это время Сларк врывается, Паунсом не попадает, но чуть-чуть надо атаковать ему дальше. Пошел также еще замедленнее от Скаймага. А мы сейчас связали хук Крип. О, слушай, ну сейчас неплохо, кстати, Крип спас Сларка, потому что он мог, в принципе, погибнуть. Тут в это время Зефрик тоже очень сильно проседает, живет. Ну и Сларку имеет сальва. Если нет ультимейта, то приходится хилиться именно этим. При том, что они еще забирают Дарквиллу, и это уже пятый фраг для команды пассажей LGD. Ну а там еще и Виндрейнджер погибает все-таки, которую встретил сейчас именно Икснова. Идет он еще и за Пуджом. Ну, слушай, Пуджа он все-таки, наверное, здесь не заберет, еще и под Шрайном бегает. Ему нужно ставить Тамбу и сражаться дальше, хотя приходит Скаймаг, и у Пуджа проблемы. Пудж попытается сломать Тамбу и заработать золото, либо забнается, но у него ничего такого не выйдет. И это еще один фраг в пользу команды LGD. Ну, не знаю, они просто давят, идут и не отпускают команды комплексити ни на минуту. Ну да, вниз в это время также комплексити будут пытаться выходить на Чалеса, будут мстить на этого героя. Ну, они хейтят, они просто хейтят Outer Deliver, вторую игру подряд. Не, ну, в предыдущий Доминатор ПТ это было сильно. При том, что там сейчас пытаются его поймать, но один Астрал, и в итоге ты уходишь от многих спортов. Нет, телепортов нет, у Ю Ю Чалеса, скорее всего, здесь все-таки заберут. Залетает Бласт, это минус Чалес. Наверху в это время, правда, все-таки пытаются что-то придумать еще и LGD, находят Му. Ну, не отпустишь ты, его сейчас должны замедлять, оттычковать, есть также еще Дикей, Му должен отсюда погибнуть и... Ой-ой-ой-ой-ой, ну... Ама очень сильно просел, но все же остался в живых, при том, что, по-моему, у него были еще стики. Ну, да ладно. 8-4, так вот на 8-й минуте у нас с тобой уже 12 фрагов на карте. При этом Т1-вышка на боте падает, и у нас первая вышка на карте упала. Но она упала у команды LGD, а вот это не очень приятно. Maybe. Пытаются все-таки продолжить подпушивать эти линии, там с Тайбригера все паучки умирают, решил Бруда отсюда отойти, потому что без паучков-то и жизнь не та. Да, не та, так ты еще и видишь кунки, которые... Ну, не то, что ты сильно видишь, там все-таки очень сильно... Ну, там 9 золота стоят эти, там, тем более, сейчас еще и с КМХ забрали. Ну, паучки реально подешевели, и по экспрессу, и по золоту. Да, то есть один Тайбригер это плюс один крип. Ну, там может быть и больше, если уж собрала она целую армию, но пока что это действительно так. Один крип или два крипа максимум, вот, или один нейтральный спаун крипов, да, но что-то не больше. Ну, вот там это время сейчас... Да, Зифрика пытаются тут подцепить, Зифрика все-таки убежал на своем виндране. Ну, заметить, его просто-напросто нечем. Ну, в принципе, у командной комплексти, если бы они выиграли early game, а они уже его не выигрывают, были бы хоть какие-то шансы против OGD. В этой ситуации же мы с вами видим, что откидывается пластом по чалису. Пытаются поймать, на самом деле, но уже наперевес идет потихоньку FY вместе с их снова. Их снова, конечно, получает крюченка раун. Очень больно их снова, их снова не успевает отрегениться, не успевает даже проюзать на себя слоу рип. Ну, и Сакс. Сакс последние точки должен получать сейчас это FIRE. Неплохо его стики засейвили, но в итоге все же отправился он в таверну. Но умирает также еще VR-ка. В итоге размен получается 2 в 1 в пользу команды LGD Gaming. Да, не успел, кстати, она улететь на телепорт, ее все-таки подцепили. Ну, UD немного помешали изначально, потому что отправили его в Астрал. Ну, декрепифай тот самый. Его не смог атаковать, но все же потом отошел и очень быстро добил этого героя. В итоге 10 фрагов команды LGD, 2000 золота также за ними. Ну, против 6 фрагов команды Complexity, конечно, такое. Ну, знаешь, что же, они как бы и не выиграли вроде VR-гейм, но не пушат. Забравят тейдин-вышку, сейчас на лимпа еще выходят на боте. Ну, тут, наверное, это все. Это минус героя, тем более они сейчас начнут, наверное, пушить еще эту тейдин-вышку на боте. Правда, нужно дождаться крипов. Там еще и на миде. Не, ну, слушай, мэйби вообще контролирует линию прекрасно. Тем более тейдин-вышка на миде, кстати, уже отсутствует. Благодаря мэйби очень хорошо пушить линию. Армлет появится у мэйби уже очень скоро. Где бы мы еще увидели кунку с армлетом? Ну, знаешь, в пабе, может быть, еще где-нибудь. Может быть, в предыдущей карте бы мы увидели, если бы кунка появился, но его тоже там не было. Да это редкое явление, потому что кунка же все равно сейчас больше как саппорт, наверное, исполняется, нежели как кор. Хотя как кор... Да, понятное дело, тут мэйби просто уже решил, что... Не, ну, подожди, сначала это просто челлендж. Сначала рубик, потом кунка. Да, да. Не хватает еще кого? Угрмага, как это было когда-то у команд ЕГЭ. Кстати, угрмаг сейчас на мид, может быть, даже чуть получше, чем до этого был. Ну, да, в принципе. Зефрик. Ой-ой, кук, хорошо. Альфа, может быть, так даже убьют. Ну, а пробивать Зефрику уже челлендж все-таки с последней арбы добил. Му также будут сейчас добивать с той же самой арбы. И, в принципе, получается даже довольно-таки неплохо. Этфай уходит на ЛУХП. Минус 3 в исполнении команды LGD. Да, но они разделились. Опять же, хук, пуджа, начал контролировать Эфай. Ну, если бы он остался и контролировал бы других героев, это не было бы лучше, но все же. Пока что возможности команды комплекции справиться с коллективом пассажей LGD, но очень мало. На топе Сларк продолжает фармить. У него по надворце уже 4,5 тысячи золота. Денег достаточно. 4 тысячи шестьсот есть также у Пугны. 4 тысячи шестьсот есть также у того самого Кунки. Да, команда пассажей LGD, конечно, хорошо себя чувствует по надворцам. Бруда отстает, пушь тоже. Ну, и саппорты, конечно же, команды комплекции тоже очень сильно внизу находятся. Полторы тысячи золота у Дарквилла, две тысячи золота у Виндрейнджа. При том, что они собираются на топе втроем, а в спину к ним выходит Сларк, и он, кажется, готов кого-то убивать, либо нет. Но у него нет Шидоу Блейда, у него есть ПТ, рингф, аквил, агрессионные стики. Шидоу Блейд появится, наверное, в минуте к 14, может быть, к 15. Ну, в лучшем случае, может быть, конечно, и позже, если его будут здесь забирать, но пока что на это не похоже. Они все-таки держатся. Линии на миде в это время также команда LGD собирается вместе с Сларк. Связали на такое. Слушай, ну, кунка уже с армли. Ну, попытка вы смакануться от команды LGD. Пассажа LGD потихонечку... Они хотят зажать комплексы на топе. Да, тут Террорайс кастуется, готов кастовать. Кастуется все-таки по Эмме. Эмме попадает также еще и в Брамбл МС. Очень быстро его получилось разбить, но залетает корабль. Корабль по двоим. Есть убийство одно от Мэйби и добивает второго уже FY. А и Мереско пока что живет. Мереско пытается крутить и на своем шедоу Реалме уходить с Телепорта. И Телепорт сбить нечем. Действительно, Мереско пока что уходит. Но это размен 2 в 1. Сларка, конечно, забрали. Это неприятно. Но Лим тоже погибает. Убивают троих ребят из команды LGD. Ни одного размена в пользу команды комплексы я пока не видел. Не, ну, забрали Сларка. Мешают ему фармить, чтобы у него появится чуть-чуть с опозданием. Но это три героя. Это минус три. Но это три героя, да. Да, это три героя и, конечно, дополнительный золото для команды комплексы LGD. Вообще есть сейчас такой патч, что зачастую, если три героя гоняются за одним суппортом и полгода не могут его убить, то скорее это даже в пользу того самого умершего саппорта, потому что слишком уж много ресурсов на него потратили. С другой стороны, сейчас мы прекрасно понимаем, что три героя, которые умирают, это далеко не размен в пользу команды комплексы. Убивают в то время еще и Чейси. Просто находят на медаллинии, просто сажают на крест и по-быстрому используют все способности. Ультимативно использовал FY. 7-18 счет на 13-й минуте игры, пока LGD доминирует. Да, ну похоже на то, что все-таки 2-0 в пользу команды PSG LGD. И пока что, потому что они забирают очень много золота преимущества, там, правда, в это время на боте пытаются выйти в ОД. Также к нему подходит еще и Сларк. Ну, Сларк, кстати, должен подцепить какую-то Дарквиллу, либо, опять же, подцепить пуджа, не важно, кого-нибудь из них. И вот это забрать, но ОД тут пока справляется и в соло, гоняет их. Сларк тоже отсюда пока что должен отходить, но у него 1700 золота. Кунка рядом, и команда PSG LGD могут просто собираться вместе идти и уничтожать игроков в комплексе без потерь. И, как мне кажется, один хороший корабль, который залетает по двум героям и цепляет всю свою команду для того, чтобы их бафнуть, и все, забрать в команде комплексе уже ни Сларка, ни Кунку, ни Скаймага, ни Андайинга будет сложно. Тем более, вот еще одна проблема, наверное, пуджа против игры, против Андайинга из-за того, что зомби мешают тебе хукать. Это было уже, кстати, в предыдущем файте замечено, там, в это время сейчас их снова цепляют, их снова связали, и летит корабль, и, похоже, Дарквилла отсюда никуда не уходит, она просто напросто не уйдет. Ну, это террорайс, но это бессмысленно, она погибает, а тут в это время делается телепорт от Видрэджа. Вообще, может быть, это даже не очевидно как-то было для комплекса, потому что я тоже не особо-таки был уверен в том, что зомбарей с Тамбым вообще можно хукнуть. Но они цепляются, да, они противные, они реально противные. Забавный, забавный факт. Да, ну, если так посмотреть, то Андайинга, в принципе, может подойти против таких игр, там, кстати, в это время на миде застраивали лимпа, и лимп не уйдет. Хотя у него иметь свой лов-дискорд на развороте, главное, чтобы команда PSG-LGD сейчас ушли, и отличный хук от пуджа. Поцепили их снова, их снова в таверну, но удар отсюда уходит, да, и Кунг, кстати, зарабатывает деньги просто-напросто за паучков. Да, но заработал он там немного, доделывает себе Shadow Blade, это будет попытка сделать минус-команду за один Тайтбрингер. Ну, это больше на 25-м уровне, возможно, когда Тайтбрингер увеличивает демидж просто на 50% еще сверху, это очень много, ну, то есть там прорубающий демидж от основного урона 150%. То есть крит еще на половинку увеличиваешь, это очень много, как мне кажется. Да, но это каждый раз, получается, крит примерно... Ну, в тысячу вылетать, полторы тысячи наносишь. То есть это реально много, это очень больно, потому что это прорубающий демидж еще налетает с дополнительным уроном от Тайтбрингера, от того очень сильно, но ладно. Ну, это почти кристаллис, у кристаллиса 175 я сейчас на всякий случай посмотрел, а тут 150, и это кристаллис по всем. Да, и то и то, как бы, секундочку, больно, больно, очень больно, там сейчас зафрик отсюда уходит на телепорцию, Кунга появляется уже Shadow Blade, а вот у Сларка, по-моему, Shadow Blade'а все еще нет, но или есть, он только-только себе его несет, цепляет сейчас, восьму на топе, и Путч погибает, пытаясь задынается, но не выходит. Вернуться в Suicide Squad в предыдущей карте не получилось, на Кунга тоже на ЛХП, но он играет Ромлет. Он тот еще игрок. Для того, чтобы вернуться в Suicide Squad прошлой карты, нужно поставить паузу, сказать, мы меняем героя, давайте нам течеса против Эрк. Ну, в плане, ну, не знаю, может быть, может быть, может быть так. Ну, или Абадона взять, опять же, не с такой ломбега себя добивать по возможности. Ну, ладно, SkyMax забрали, его окружили со всех сторон, просто-напросто обложили комплексити этого героя. Ну, в итоге сейчас получается так, что преимущество все равно за командой. LGD, 6020 фрагов. Ну, и Сларк, Мисс Кунга очень хорошо выходит в топные творсы, при том, что у нас у Пугна 7100 всего лишь имеется. Ну, и Пугна выходит в БКБ. Слушай, ну, Вейлл в Дискорд, также еще и Линза, и БКБ, которые появляются вот-вот-вот, ну, еще через 2675 монет. Еще придется, конечно, подкопить, а Мэйби тут в это время вообще просто-напросто на бой собрался. Но бить кого-то, наверное, не особо получится. Кстати, в группе B с вылетом Na'Vi, опять же, случаются проблемы с пониманием сетки, потому что Virtus.pro, OG, ну, остался один матч, остался последний матч групповой стадии. Это Secret против команды Virtus.pro. И в случае победы команды Secret, насколько я понимаю, они могут занять первое место и выйти. Там на Лиде, это вот эта проблема. Кстати, я так посмотрел, но Ньюби вообще никак не выходит. Вообще никак. Все-таки здесь не так, или? Да, получается, пока что откидывается Бласт. Бласт не бьет, соответственно, здесь уже Сларк не вгрызает, Чарлик, кстати, рядом. И можно будет попытаться Мэйби просто вот сейчас стычечки. Не доделал стычечки, слишком много дамажа Сларка. Там, кстати, Бруда рядом сейчас просто-напросто, потому что она охотится на Мэйби. Либо, опять же, охотится на ОД, на ЛУХП, но Сларк прыгает, Дарпак. Ты, ой, ты посмотри, зомби. Просто сколько этих зомби было, кукают сейчас еще и Мэйби, но Мэйби в Инвизе его не видят. Он с аромлетом еще бегает, живет, и Фа, и ОД. Какой хороший пауэршот. Просто даблкил, и Зефрик молодец. Но тут еще и Сларк врывается. Вот он не молодец, спаунсом промазал. И в итоге придется ему отсюда убегать. Так вот, Нюби не выходили все-таки из группы вообще ни по какому варианту. Вот было 16 вариантов развития событий, но не так, не так не получилось. Там, кстати, в это время, окей, Амэ пытается уйти, но его там Террорайз использует, еще и пауэршот. Но это очень больно. Слушай, команда PSGLGD может сейчас заиграться. Заиграться, и тут команда комплекса может попытаться даже выиграть вторую карту, действительно вывести на третью, и так ненароком победить в серии Best of 3. Ну, фантазии-фантазии тут еще... Ой, боже мой, ну это, конечно, Пудж, это что-то с чем-то. Опять же, огромное количество армии. Боже мой, ну это смешно на самом деле. Ты посмотри просто. Забавно смотрится. Иди сюда. Не, ну они просто бегают, боже мой. Бруде вообще нельзя подходить. Ну, да, там единственное, к тому забрали Пуджа, разуме, на Скаймага. В итоге у нас сейчас Чейси уходит, отводит своих паучков, но их догоняют зомби, начинают просто бить, и зомби все-таки должны здесь сейчас умереть. Но там несколько... Ну, знаешь, что... Несколько паучков зафармили. Да, чуть золото, Undyning получил. И сейчас Undyning думает, откуда мне бабки приходят, вот я не понимаю. Это я настакал где-то там уже случайно, или что случилось? Ну нет, на самом деле, снова все это знает. Для этого Undyning и Pixels в этой игре есть предположение. Потому что Пудж все-таки появился довольно-таки рано. Та же самая Пугна тоже была одним из первых пиков. Undyning появлялся уже после них. Не, ну Undyning просто хорош. Вот реально, под Сларка, плюс не такие статовые команды комплексы, ты оставляешь на ОЛХП, Сларк просто их ваншотит. Ну, это дополнительно под сейв, под Сларк, что тоже, да, очень-очень сильно важно. Сларк без этого может, конечно, но ему будет сложно. Либо Purification какой-то, либо тот же самый Oracle, например, хорошо со Сларком работает, прям очень хорошо. Да, ЗЛ, по-моему, неплохо подойдет. Ну, с цепременным успехом, конечно, но все же, все же, имеются какие-то возможности. Что же, у нас сейчас по линиям. Т2-вышки все стоят в команды PSG-LGD. Также по внешним тейверам можно заметить, что, в принципе, там Т1-вышка на топе, еще в комплексе стоит, но все остальное отсутствует. Там еще в это время, ой, кстати, выходила ламы, но его увидели на Синтре в Ворде, и в итоге приходится отсюда подступать. Ну, что же, в принципе, пуг на 13 уровень. Там уже Линзака, у Скаймага, выход в Аганим и драк на топе. Слушай, драки очень часто в этой карте, там сейчас в это время корабль залетает, Дарквилл пытается отсюда уйти, но она просто-напросто взрывается этим кораблем, в бухту ее залетел, а Ик снова стоит со своей тамбой, живет. Но Зифрик, Зифрик бьет, не живет Ик снова, почти не живет. Не-не, там сейчас, да, ну добился все-таки этого героя, ну что же. Ну, дальше, Зифрик. Ну, слушай, вот он добить, по-моему, крест, и... Да, тут тамба прям в очень хорошем месте стоит. Пытался связать мейби, но в итоге отправляется в Тавер, но размен 2 в 2, но ЛЖД также сейчас еще и теряет немного времени, потому что делать на этой линии уже нечего. В итоге смотрим итог боя. Байбекает со Скайвера с Мейдж. Там очень интересный момент был, там обе команды получили по 578 золота ровно, и на миде ему погибает. Вот, ну, 6000 золота, кстати, очень долго уже держится в преимуществе полюс команды PSG-LGD. Очень долго, и, по-моему, он у нас так и останется. То есть тут как-то переменный успех у команды PSG-LGD. Вроде они сражаются, хорошо получается, а потом бац, какой-то момент, и понемножку фраги за командой комплекса начинают зарабатывать. Ну, совсем понемножку. Да, прям совсем понемножку. Лимб вместе с Чейси потихонечку подфармливают. Кстати, у Бруда-то орчит, посмотрите. Бруда с орчитом, на самом деле, уже может вырубать того же самого Скавросмага. Да и на самом деле с Ларкой можно подспечить? Ну, с Ларкой сложно. С Ларкой все-таки использует DarkPack на реакции и абсолютно спокойно живет. Ну, а если после DarkPack-то, опять же, успеть поражать, и если там Сларк где-то не прожмет ультимейт, где-то не уйдет, где-то его не поддержат. Он же учитывает это. Ну, конечно. Если бы он не знал об этом орчите у Бруда, то, может быть, что-то бы и получилось. Но тут все-таки информация об этом у команды LGD имеется. Не тот. По-моему, лучше всего Хекс выглядит. Когда ты Хекс обрываешься... Ну, Хекс — это ультимативный артефакт против Сларка, да. То есть не нужно придумывать Хекс, если ты хочешь его хоть каким-то образом убивать. Он в прошлой игре, опять же, в прошлом Best of 3 противостояния, против Сларка Хекс было не на ком собирать. И никто его не сделал, нечем было его дизейблить. Ну, там вообще контроля на этого Сларка не так много было. Ну и, кстати, тут сейчас на Рошена заходит. Зефрик под дабл-дамажем, под ультимейтом. Там Рошена очень быстро пытают забрать. Там еще и Бруда ультимейт прожимает, и Лим продолжает сражаться. Му тоже как-то вытанковывает, получается. Ну, и в итоге это минус Рошена на 23-й минуте для команды Complexity. Ну, и две жизни теперь имеются у Зефрика. Слушай, ну, Зефрик из такого героя становится каким-то, ну, неплохим кормом. Который способен на то, чтобы сражаться и побеждать. Еще и у Бруды, кстати, деньги после Рошена появляются на БКБ. И вот это уже вопросик из-за ночи для LGD. Что они собираются делать дальше? Они пока что пушат. Ломают эту девушку на топ, идут дальше, пытаются пройти именно там. Может быть, там еще на центре что-то придумают. Ну, Сларк в это время в Инвизе пытается охотиться просто-напросто на Виндрейнджера на центре. Но от нее он отошел и, скорее всего, продолжает уже искать дальше. Он, кстати, запрыгнул уже на кого-то. Там есть также Дарпак срабатывает. И в итоге небольшая драка и стычка получается в Эншент-Лесу. Но, правда, БКБ прожимает Чейси. Сломает сейчас Тамбулу Андаинга. Пошла Хилл по Тамбе. Забрали в это время Дарквиллу. Ну, ему вместе с Брудой продолжает бить это Джаллист. Джаллист, Джаллист, цепляет. Крепифай очень неплохо все-таки разорвал его куч. В итоге байбек от Дарквиллу. И Дарквиллу будет дальше драться. Да, Дарквиллу на всякий случай выкупилось все, чтобы, если вдруг что, поймать на отступление кого-нибудь из LGD. Падают варды, счет 17-28, 24-ая минута игры, 6 тысяч преимущества за командой LGD. И уже какую минуту, кстати? По-моему, минут 10 уже такое преимущество держится и не меняется. Оно падало немножко до 5-4, потом увеличивалось, и теперь опять. Вот 6-5, 6-5, 6-5. Где-то так держится. Довольно-таки давно, да, уже очень давно. Сколько там, 13-14 минут. Это было назад. Ну да, 10 минут назад. Грубо говоря, не так зарабатывали, тут это время сейчас Ларк увидели. Сларк, окей, уходит сразу же отсюда. Ну, он заметил, заметил, что на него так как-то повели носом, но зато пугно. Она тоже его видит здесь с Эндриварда. Ну, с Орчетом можно было бы попытаться запрыгнуть, правда, ряд может Зефрик. Зефрик показался. Сларк немножечко пробил. Кстати, Орчет на Сларке очень такой, знаешь, прям нечастый артефакт, я бы сказал. В то время сейчас, кстати, Пуджа пытаются поймать. И вот, кстати, у Пуджа имеется Блэйд Мэйл. Блэйд Мэйл, Ход оф Дефайнс. И теперь против Сларка уже стоять немного легче. То есть ты бьешь Пуджа, получаешь сам по лицу, и на самом деле ты можешь даже успеть отъехать за это время, если тебе там не поможет как-то команда. Да, ну, Террорайз, конечно, в принципе, если вдруг что. Набросил там Саксы на всякий случай, если вдруг все же ЛГД решат пойти в его сторону. Ну, пока сложно драться. Пока сложно драться с ЛГД, если Сларк врывается верно. Чалис пока делает себе, опять же, ключевые артефакты. Появится БКБ, и его тут уже пробить будет, ну, очень мало чем возможно вообще. Да, там, кстати, БКБшка уже появилась, по-моему, Пугная. Так что БКБ Пугна, БКБ Бруда, и сейчас на Бруду есть нападение, но она... Честь, честь, блять. Ну, вот БКБ телепорт. Да, БКБ телепорт, и все уходит. Кстати, Орчит, как раз на Сларк сейчас и не сработал. Там, кстати, УД также делает сейчас телепорт на боте в это время драка. Скаймаг забрали, залетает корабль. Ну и далее, да, оставим зафриковое видео сейчас Мэйби, и Мэйби могут попытаться собрать, кризать. Сейчас Критулю, Критулю выдать. Критулю, пожалуйста. Ну, подожди, подожди. Мне кажется, это будет слишком сильно пуч, хотя пуч, хук. Отлично, Зэй выйдил. Кресет Краун сейчас точно будет стоять в стане, но делается торрент. Сюда же Террорай залетает, Террорай не залетает по Кунке. Их снова пытался каким-то образом отхилить. Ставится тампа, там будут тоже зафармят ребята из комплекции гейминга. Их снова. Ну, что ж, хилиться. Ну, вот, опять же, Кунка все-таки погиб. Его очень долго шли за ним кайти или убивали. В это время сейчас еще и Саксо прожимается ультимейт. Ой-ой-ой, Их снова. Жить, жить, страдать и умирать от Зефрика. Минус три в исполнении команды комплекции. Они не отдаются. Они все-таки будут идти и пытаться забирать ирдотавр оппонентов. Ну, там в это время еще на топе. Ты посмотри, за Сларком очень большая погоня была. У него оставалось очень мало ХП, и это все была бруда. Она чуть его сейчас не съела. Ну, Орч все-таки делал свое дело. Видимо, все-таки своевременно после всех скиллов, после всех прорюзочек. Использован был данный скилл. Да, ну, там еще стики ему помогли. И там было буквально, знаешь, на одну тычку оставалось. Он стики поражал, отхилился. И в итоге сейчас получается так, что он все-таки остался в живых и в инвизи отправляется дальше. Но в это время у нас Силы Света на нижней линии ломают Т2-вышку. И получается так, что по внешним тейверам у команды пассажир ЛГД остается всего лишь Т2 на миде и Т2 на топе. И получается так, что, в принципе, команды ЛГД могут еще и проиграть. Причем очень-очень-очень даже вероятно. Там пугная бруда заходит на хайграунд, ломают бараки, ломают вышку, там еще и какой-нибудь фокус-файр и все. Ты себе уже представил это, да? Да, я себе уже это представил на самом деле. Я смотрю на эту игру более-менее таким здравым, может быть, взглядом и понимаю, что, в принципе, команда ЛГД сейчас доиграется. Да, ЛГД действительно могут здесь довольно-таки сильно прям вот подпросесть. Но я уверен, что то, что они сейчас делают, это они играют не на все свои силы, все же немножко потрафливают. Но нужно собраться ЛГД сейчас или никогда, потому что такими темпами действительно команды комплексности все еще могут их вынести. Скоры пока еще впереди, то есть фармят они примерно одинаково. Файя цепляют, Файя пытаются пробить, и крипи Файя есть, и тут даже бласт, но дамбль же не хватает. Отхилил Лекснова, спасает все-таки своего тиммейта. Тир 2 тавр стоит, мэйби, накрест, зацепил лимпа, есть торрент, туда же можно будет закинуть прямо-таки ультимейт от Файя, но БКБ же прожимает лимп, все-таки выживает. Но для Файя это не критично, ульта будет через 30 секунд, очень маленький кулдаун, поэтому можно будет использовать еще раз буквально через некоторое время. Да, но стоит дорого. Вот, кстати, реально, если он будет стоять и делать это все под Незервардом, он просто будет погибать. Я вот помню эти моменты, когда Скаймак тоже когда-то появлялся на мид, и проще не играли пуганый, потому что Незервард, ставишь, просто уничтожаешь этого героя при его раскасте. Он ничего не может сделать в Файте, если только не соберет все БКБ, а БКБ пока у Скаймака нет, а вот лимпа есть. Так же, как, в принципе, у Бруды и у всех остальных, я думаю, со временем появится. Но пока что Бруда продолжает фармить, а на боте в это время LGD отправляется все-таки в какой-то пуш ломать Т2-вышку, доломали ее, и пойдут ли на хайграунд, ну, очень опасно. На самом деле, мэйби, вот почему я, ну, в основном все-таки держусь еще мнением о том, что команда LGD может победить, один крит мэйби, минус половина команды комплекции, или вся команда. И тем более у него появляются артефакты очень быстро, у него топовый нетворс, у Сларка такой же, 14700-500 монет там, и у него там появится БКБ, и он будет очень долго жить в Файте, ему главное будет давать атаковать. Ну, Чалис все-таки будет пытаться сейчас хоть каким-то образом подфармить лес. Нужен Блэк Кимбар, прям вот слишком нужен Блэк Кимбар Чалису, это действительно так, и с этим, конечно, не поспоришь. Эйми пока пытается дофармить себе Аскаде. Аскаде, это хорошо. Да, там чуть остается, там буквально вот пара крипов, и можно будет покупать этот артефакт, уже статы какие-то, заменения. Да, вот уже прям, да, появляется наглядь Аскаде на Сларке, и теперь Сларк неуязвим, теперь Сларку действительно сложно будет, ну, прям вообще невозможно практически, я бы сказал, даже будет убить. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время, но я не уверен, что вообще Сларк будет иметь больше, чем 4 смерти к конце. Ну, у него 2-3-9, как бы. Главное, чтобы он фрагов имел больше, чем 4, а то 2 фрага, 3 смерти и 9 ассистов, это так себе. Там Мэйби, кстати, продолжает у нас дефать верхнюю линию. Ну, соберет себе БКБ, тоже прекрасно понимаешь, что все-таки... Да пугно, пугно мешает. Тебя отправили дегрифировать, и ты не можешь атаковать. Все, и никаких критов, и никаких артефактов, хоть у тебя там 2 рапиры, не идет речи. Тебя просто-напросто... Да, и мне подфармут сейчас Сларк со своего даркпакта. Немножко совсем, там труда и твою другую пачку крипов. Кстати, у Сларк появляется следующим артефактом уже... Нулифайер. Вот это уже будет получше. Нулифайер плюс орчет, это, по-моему, имба. Так тут Зефрика подцепили, пытаются откинуться кучей кастов. То же самое Файфа, очень быстро его забирает. Ну, второй успел сделать паут, это был пуш. Да, там успел он сделать буквально в секунду от торрента, но успел. Успел, ушел, но, по крайней мере, команда ЛГД сделала один фраг, при этом у Виндрайджера нет байбэков. То есть, если они сейчас пойдут дальше, будут ломать эти 2 вышку на топе, то мешать команда комплекса им не станет. И команда ЛГД могут, ну, опять же, рассчитывать на то, что немножко золота все-таки с вышки они заработают, а, возможно, сделают потом несколько фрагов. Кстати, у Бруды появляется в это время нулифайер уже. Нулифайер орчит и БКБ. А вот тут уже, кстати... Неплохо так. Да, неплохо. Ну, поэтому БКБшки нужны абсолютно всем, но и то, БКБ те могут не дать кастовать. И это проблема. Для Кулонки это проблема, там, для ЛД. Сорб, нужно чем-то диспейлить нулифайер. Ну, да. Тут больше нечем, кроме Дарпакта, тут Сларка, да? Ну, в принципе, ОД может отправиться его темой этого астрала на некоторое время и как-то дать ему времени, но все же это не очень хорошо. Тут сейчас ЛИМ делает БКБ. Очень, кстати, неплохо. Ну, хотя, я помню, даже с орчитом бы вам не получилось забрать этого героя, так что в итоге уходит отсюда Пугна. Ну, а Сларк остается на нижней линии с 20-м левелом. Почувствовала, почувствовала Пугна, что здесь происходит. Центринг какого, конечно, здесь нет. У Пугна, опять же, гема не имеется, если я не ошибаюсь. Да, не могло у него гем иметься. Доделывает себе Аганим. Уже потихонечку. Ну, там, кстати, не гем, там Сентряк стоял на быте. Прям у хайграунда, как обычно. Сентряк стоял, поэтому он видел. Да, да, да. А, ну он упал с нас лежа, да? Нет, ну вот он стоит сейчас. А, ну да, да. Вот, и он видел Сларка, в итоге сделал БКБ и вышел на телепорт. Ладно, у ЛИМ, кстати, там осталось чуть-чуть. Там такие матчи были, что, конечно, бывает такое. Но, кстати, вот Аганим в Бугну и в скором времени появится. Сакс. Или Му. Эми, нужно выбрать цель. Его все-таки хукают. Эми просто пытается пробить. Но сбивает аркпак там ультимейт. Там в это время Бруда сражается. Под БКБшкой начинает настреливать по Му. Но Му с Блэйдмейлом. И его бить не так уж приятно. Му. Там все-таки. Варю еще пара дырщик. Залетает сентисклипс. Булки пытаются пробить Чалеса. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, и в Эддит. И пошли, кстати, за Аббэ за Чейси. Делается блинкаут отсюда. Пытается уйти отсюда УД у него. Должно это получиться. С Ларка тоже сейчас могут убить. Но он все-таки убегает. Всюду его не видят. И он хилится. Мэйби тоже не особо идет. Он стоит просто на рожпите. И выжидает момента, пока кто-нибудь из команд комплекции слишком далеко выглядит. Ну, вот так вот получается, что, в принципе, отдали Скаймаг, забрали Пуджа и, ну, знаешь, такие вот размены прям соусом. 50 на 50. С одной стороны, с другой стороны. Но при этом команда комплекции прожимает БКБ. По фрагам, да, здесь там тоже наделали команды. Но, опять же, разделились тоже. Там били Пуджа, а там били Скаймага. И все, и они на этом и разошлись. Да, кстати, БКБ у Суларка тоже в скором времени появится. Да, и прям очень опасно бегает по Вразскому лесу. Кто здесь стоял в центре, увидел Чейси. А, вот Сакса. Увидят всех со спины, ставится в центре. Эмин тоже могут увидеть. Но Эмин понял, видимо, что его могут увидеть. Прожал все-таки баунс и отсюда. Ну, реакция сильно уходит. Да, ушел. Ну, он увидел, что в Shadow of Dense, то есть, что он уже находится не в Shadow of Dense, что он дальше не регенится, что нет вот этой вот иконочки. И наверняка понял, что противника там Вижн. А где, кстати, вот предложение? На первой карте предложение команды LGD или команд комплекции было в Баскин-Робинс ходить. По-моему, они затягиваются поеданием мороженого сегодня вечером. Вот. Может, кто-то хочет действительно выйти победителем во всем этом деле. Но ладно. В итоге на Рошан заходят на 35-й минуте. Это уже второй Рошан на карте, если не ошибаюсь. И в итоге у нас Сларк вместе с Кункой, с ОД, наваливают по Рошанчику. Или это первый Рошан? Это первый Рошан. Это первый Рошан? Нет, это второй Рошан. Сыр есть у Сларка. А, сыр, сыр. Первого забирали минут 15 назад. Да, и тогда, по-моему, было в другом. Ну, что же у нас с Кункой продолжает шотить. Получков бруды. Он сейчас садит ее еще на крест. Получает орчит, прожимает БКБ в ответку. БКБ на БКБ. И расходятся игроки. Но при этом от дайвинга коллектив LGD потеряли. Что же, знаешь, тут ничего не понятно. Ничего не понятно, потому что здесь все-таки будет происходить дальше. А тут в это время Сларк врывается. Окей, Сларк пытается сражаться. Вгрызается в Пуджа. Но в Блэйд Мэл бить этого героя уж точно неприятно. Хотя все равно продолжает это делать. У Аммы остается очень мало ХП. Амма погибает. Выбивает из него Аегис. У него сыр. Нужно сейчас перекладывать на место Аеги. Лимп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но Лимп все-таки получает корабль. Стан Сларк в это время пытается сюда убраться. У него остается очень мало ХП. Половина ХП. Бруда идет за ним. Но все же от Дэй Кунка ее настроение изменили. Да, решил отрегенить Сларк в итоге. Все-таки дальше сыр опять же имеется. Ну и в итоге просто-напросто убивают. Двоих ребят из команды комплексти. Не отдавая никого. Забрали ФАя. Выбили Аегис Сларка. И уже преимущество за командой LGD 7000. То есть это не то, чтобы много на 36-й минуте. Мэйби цепляют. Мэйби пытаются пробить. Лимп все-таки с Канимом высасывает. Очень даже неплохо. Откидываются Шейклсами там дальше. Зефрик и пытаются хоть каким-то образом Эми подцепить. Но Эми очень сложно цеплять. Эми очень сложно дамажить. Используется правда дальше Live Drain. И Эми приседает еще очень серьезно. Приходится использовать Сирс. Он фуловый сразу же становится. Ну и Shadow Dance не оставляет себя ждать. А Чейси в это время зарабатывает 1227 золота за убийство Кунки. Да, Мэйби поставляется. 1227. И при этом, кстати, Кунка собирает в себе следующие криты. Next Level. Не, пора бы уже переставить рофли. LGD. Ну, знаешь, вот опять же. Они могут собрать себе рапиру на Кунку. Но если ее потеряют, они проиграют игру. Собрать еще не криты? Неплохо. Но я не знаю. Посмотрим. На это дело. На ней, криты еще одни неплохо. То есть за одну тычку, за две тычки буквально ты можешь кучу деммжа нанести. Конечно, конечно. Посмотрим потом просто на хера деммжа на Кунке. Под конец. Ну, у него там будет прилично. У него там будет прилично. Но, правда, знаешь, могло быть и больше. По крайней мере. В это время получается так, что у нас у Бруды появляется уже Кераса. И пробивать ее, ее паучков, ее героев становится сложнее. Нулифайр появляется у Сларк. Хорошо. Отлично. Но я не знаю. Вот знаешь, нулифайр это очень неплохо смотрится. Там в это время Ама все-таки делает фраг. А вот и, кстати, с нулифайром сделал неплохой фраг. Получилось все-таки орчит. Нулифайр. Ну, деммж хватило. Все-таки с такой вот комбой. Этих артефактов справиться и остаться живых против этого героя сложновато. Статы уже там, ну, 9 стаков себе набикал. А Бруда в это время тоже направляется фармить лесу. У нее нетворс уже, кстати, больше, чем у Кунки и у Сларка. Ну, не вместе взятых, конечно. 20500 на 200 золота обгоняет сейчас этого Сларка. Тут еще в это время делается отличный ультимейт от Скаймага с Аганимом. И он делает фраг на Дарквиллу. Но ничего такого прям сверхъестественного. Не увидели. При том, что, кстати, вот на миде, посмотри, собирается. Слушай, а могут встретить пруду? Могут встретить пруду сейчас. Очень опасно для Чейси. Чейси выходит, взрывает всех паучков. Попытался блинкануться довольно-таки неплохо. Челлис, но получил астрал. Да, не, он сам, он сам дал себе. Он хотел подцепить Чейси, но так не получилось. Вот это время сейчас начинается небольшая драка. Нулифайр, хорошо, на Пугну напали. Также Пучч пытается съесть Ларка. Но есть торрент. Отлично подняли Му, забрали сейчас Пугну. У нее нет байбэка, пошел также Хук, Чейси. Ну да, слушай, у нас все-таки ОД остается в живых, хотя залетает корабль. Бруду также забрали, у нее нет байбэка. И вот это уже шанс для команды LGD закончить игру. Но для этого нужно зайти на хайграунд. А хайграунд пока что свободен только на топе и на боте. Но на миде еще стоит и два вышка, которые нужно сломать. Поэтому приходится все-таки возвращаться. Очень хороший вайд для LGD. Они забирают практически 2500 золота. На кресте возвращается Кунка. Кунка немножечко подрегенился. И в принципе сейчас уже готов снова драться. По-моему, он еще что-то взял. Да, он с базы забрал еще и Кристалис. Так что дополнительный демэдж появляется. Да, демэджа куча у мэйби. Ты посмотри, там с руки буквально тычка. Да, там неплохо Хук. 2400. Ой-ой-ой, Хук, блин. Ну там, если бы опять же Кунке дали ударить, то могло бы резко умереть ненарок. Не, ну бывает такое, знаешь, что ты хукаешь Пуджом. Кстати, Хекс появляется. Да, хукаешь Пуджом. Не очень выгодно там к своей команде Шейкера, Кунку. Ну, бывают такие моменты. И ты просто-напросто поставляешь свою команду. Но здесь этого не получилось. Он все-таки был далековато от тиммейтов. Что же у нас продолжается небольшая драка. Каму теряет очень много ХП. Кунка в это время спускает корабль. Крест также пытается забрать Саксу. Саксу забрали. Сразу же делает Дарквилл байбэк. И байбэк от Савинренджер. Мув в это время пытается просто выиграть время. Но там там база мигляет. Есть также террорайз по двум персонажам. Ну и корни пошли. Но, правда, в это время Сларк врывается хорошо. Нулифайр Сакса. После байбэка погибает. И тут отправляются дальше Заму за лимпом. Нулиф в БКБ. Ломает вар. Потому что Скай не может ничего скастовать. Скай уже готов. В принципе, сейчас врывается. Отлично. На лимпа смог все-таки Сларк забрать его. Но ровно так же ультимейт от ФА. Закрыл неплохо. И хук. Хук от душа. Боже мой, ты посмотри на Сларка. Просто статы, 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 статы. Это, конечно, не максимум. Сколько статов я видел. Но Пугна без байбэка. Дарквилл без байбэка. Пуча без байбэка. Сейчас появится Бруда. И Свин Рейджер они ничего не сделают против большинства команды LGD. Пять игроков LGD сейчас находятся на хайграунде. Сларк, Фулов и Кунка почти что тоже. У него маны маловато. Но, в любом случае, это не так проблематично. Я, кстати, смотрю, но Тайт Брингер у Мэйби криты вообще почти что не втает. По крипам, по крайней мере, уж точно. Что, в самое время сейчас Виндрэнджер залетает. Подцепили ОД. Сразу же Глимер Кейп. Забрали Виндрэнджер. Продолжается драка. Мэйби бьет Чейси. Чейси. Проблема Хекс. И это минус Бруда. А на этом игра и подходит к своему концу. Комплексити прописывают ГГВП. Поздравляем команду LGD тем, что они выигрывают в матче, который вообще ничего не значил. Ну, ладно. Видимо, им это было нужно. В любом случае, комплексити все же нас порадовали на этом турнире. Хотя бы одним матчем, который они отыграли неплохо, в котором они нас удивили. Это был матч комплексити против Эмпайр 2-0. Да, ну, смогли удивить, но выйти в плей-офф у них не получилось. И, кстати, в Hero Damage, какой у нас у Мэйби? 17 тысяч. Ну, знаешь, немного. 26 тысяч нанес как бы Скаймак, который вроде как, ну, с агонимом. В конце концов, он там под конец уже начал неплохо. Ну, Саббар 4-й позиции, но очень дамажащая Саббар 4-й позиции. Да и Сварки то как бы. Сродни тому же самому Лешарку. Таких героев начали все-таки пикать. Нужно больше дэмэджа зачастую ребятам из обеих команд. Ну, что мы можем сказать? Спасибо всем, кто смотрел нас на групповой стадии. Еще раз хочется сказать спасибо также нашим партнерам трансляции, официальным партнерам трансляции турнира Эпицентра. Это Твич, на котором вы наверняка сейчас это смотрите. Ну, Йота, через которую вы смотрите этот Твич, надеемся, без всяких проблем. Ну, знаешь, мы все-таки встретимся еще на плей-оффе. Тем более не забывайте, что сейчас параллельно идет замечательный матч Virtus.pro и Secret, который стоит посмотреть. Так что переходите на Первый канал, продолжайте смотреть Эпицентра вместе с нами и не скучайте. Вы самые лучшие. Увидимся. Да, друзья, до новых встреч. Приходите на Эпицентр, кстати, не забывайте покупать билеты, если они еще имеются. Мне кажется, их уже нет на самом деле. Но, друзья, я думаю, что вы найдете пути, как вам попасть на этот турнир. Ждем вас всех в ВТБ-арене Ледовый дворец. У нас цена уже почти есть, цена крутая, конечно, мы не можем вам сказать, что там происходит. Но если вы придете, вы не...